Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте и в этом выпуске. В Государственной Думе в рамках встреч фракции с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой прошло обсуждение законопроектов о QR-кодах. Комментарий Сергея Коткина. В регионе пройдет всероссийская просветительская акция «Онкопатруль», в рамках которой Наринмар посетит делегация ведущих онкологов Национального медицинского седельского центра радиологии Минздрава России. В зимний период времени дорожная обстановка в регионе заметно ухудшилась. За прошедшую неделю в Ненинском округе произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Один человек пострадал. 35 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в регионе за минувшие трое суток. В числе заболевших 27 жителей Наринмара, трое жителей Красного, трое Шойны. Кроме того, зарегистрировано два привозных случая заболевания коронавирусом из Москвы и Архангельска. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 187 человек. Еще у двоих пациентов коронавирус был подтверден результатами исследований методом иммуноферметного анализа. В целом на лечении в регионе находится 189 человек. Из них стационарное лечение получают 27 человек, амбулаторное – 162. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3371 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3086 человек. За прошедшие трое суток – 26 человек. В регионе зарегистрировано 84 летальных исхода от коронавируса. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1116 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты предконтролевые аэропорты Наринмара на посадочных площадках в Нижнепёше, Оми и Неси. Обязательный масочный режим. Система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. QR-коды на транспорте. Эта тема стала основной на встрече депутатов фракции «Единая Россия» с вице-премьером Татьяной Голиковой. Заседание состоялось в Государственной Думе. Участие во обсуждениях принял Сергей Коткин, депутат от Ненецкого округа. По телефону он кратко рассказал об итогах встречи. Обсудить актуальный вопрос с председателем правительства Татьяной Голиковой депутаты Государственной Думы от фракции партии «Единая Россия» решили, основываясь на отзывах граждан страны, которые они получали в течение двухнедельное предложение ввести ограничения по передвижению по России на транспорте. Законопроект об использовании QR-кодов на транспорте решено снять с повестки. Его отправят на доработку. Я накануне задал вопрос Татьяне Сильноголиковой, как мне голосовать депутата Государственной Думы, если вот такое количество в сетях людей проголосовало против. Как нам передвигаться, если у нас нет автомобильной дороги, не железнодорожного транспорта. Каким образом люди с крайнюю северу будут выезжать на материк, на большую землю. Ответов пока мы эти вопросы не получили. К тому же Сергей Коткин добавил, что обсуждение этого законопроекта продолжится уже завтра на расширенном заседании комитета. Мы приглашаем экспертов в практически сообщество, медицинское, транспорт, промышленность и очень подробно, детально все это еще раз обсудим с тем, чтобы не навредить людям, не навредить жителям округа. Также он добавил, что в проект закона будут внесены поправки, работа над ними будет продолжена. С 14 по 17 декабря в регионе пройдет всероссийская просветительская акция «Онкопатруль», в рамках которой Наринмар посетит делегация ведущих онкологов Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России. Специалисты не только проведут обследование жителей округа с целью раннего выявления онкологических заболеваний, но и просветительские семинары и мастер-классы для региональных врачей. Запись на прием к специалистам проводится в Ненецкой окружной больнице и Центральной поликлинике Заполярного района. Программой акции «Онкопатруль» предусмотрены профилактические осмотры узкими врачами разного профиля, а также различные исследования. В случае выявления подозрений на злокачественное образование и с целью дообследования пациенты будут направляться в Архангельский клинический онкологический диспансер. Пройти обследование на раннее выявление рака смогут более 200 пациентов. В первую очередь граждане, подлежащие диспансерному обследованию, а также жители округа с онкологическим диагнозом. Для консультации со специалистами требуется заранее сдать необходимые анализы и обследования. Поэтому направление к столичным специалистам будет осуществляться через участковых врачи-терапевтов и профильных окружных специалистов по предварительной записи. Программа просветительской акции «Онкопатруль» включает в себя сразу несколько мероприятий. Круглый стол для специалистов и просветительский семинар для жителей. Участие в нем смогут принять все желающие при условии соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Традиционно «Онкопатруль» завершится проведением большого информационного просветительского мероприятия. Оно пройдет 17 декабря в актовом зале городской администрации. В нем примет участие главный онколог Центрального федерального округа, доктор медицинских наук, профессор Российской академии наук Сергей Иванов. В МФЦ Ненинского автономного округа появилась новая услуга – доступ к платформе обратной связи. Основная цель платформы – быстрое решение актуальных проблем граждан. Она позволит получать объективную информацию об актуальных проблемах, волнующих граждан, и принимать необходимые меры для их решения. Платформа обратной связи действует уже несколько лет. Она позволяет гражданам через форму на портале «Госуслуг» – мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также виджеты на сайтах органов власти субъектов Российской Федерации направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления по широкому спектру вопросов, а также участвовать в вопросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Теперь граждане могут обратиться в МФЦ за разъяснением, во-первых, во-вторых, в принципе, за помощью, как бы оставить обращение в орган власти. Не у всех есть аккаунт в социальных сетях, которые можно отправить сообщения в органы власти. Но, в принципе, чтобы разобраться, там достаточно много категорий и много ситуаций, по которым можно обратиться в органы власти. И во всех 20 территориальных наших многофункциональных центрах с удовольствием покажут и расскажут. Ранее в офисах МФЦ Ненецкого автономного округа такой функции не было. В целом, платформа обратной связи обеспечивает единый стандарт подачи обращений граждан в органы власти и организации. Она создана в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». Другое дело. Активная молодежь России приняла участие в федеральном проекте «Больше, чем путешествия». Участие в проекте позволило молодым людям путешествовать по всей России, стране больших возможностей и удивительных незабываемых встреч. «Больше, чем путешествия». Оно «Россия – страна возможностей» и российским обществом знания. Туристическими поездками по России будут премированы практически 50 тысяч человек. Это активные участники, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и «Общество знания». Безусловно, участники могут выбрать тематику туров, в которые они отправятся. И для этого подготовлено больше 250 поездок по России по 12 тематическим направлениям. Основная идея проекта «Другое дело» – вовлечь людей в процесс постоянного саморазвития и участия в общественно-полезной деятельности. За последние пять недель конкурса мы разыграли более 5000 путешествий среди наших участников из разных регионов страны. «Мы давно мечтали посетить Калининград. И с нетерпением ждем эту поездку, чтобы посмотреть наконец-то Калининград, его достопримечательности и вообще побывать в той стороне». Подробности проведения программ и условия участия на сайте проекта. 10 декабря отмечался Всемирный день прав человека. В этот день в Наринмаре наградили тех, кто посвятил свою жизнь защите интересов граждан коренных малочисленных народов Севера. Среди награжденных – Ангелина Ордеева, первый президент Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй». Трудовая деятельность Ангелины Ордеевой всегда была направлена на сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия ненецкого округа. Она является одним из инициаторов создания Всероссийской ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Ангелина Сергеевна – первый президент Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй». В 2010 году как автор «Рыски из-за памятника» инициировала сбор информации и установку памятника подвига участников Алена транспортных батальонов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В один из периодов своей деятельности была главным редактором журнала о коренных малочисленных народах Севера в Ингиваде «Слово тундры». С 2011 года Ангелина Сергеевна – член гильдии межэтнической журналистики. В составе российской делегации в ООН в Нью-Йорке принимала участие как эксперт по вопросам обеспечения прав малочисленных коренных народов в Российской Федерации. В разные годы Ангелина Ордеева входила в состав различных совещательных органов и рабочих групп по защите прав и интересов народов, проживающих на территории Ненинского автономного округа. 10 декабря Ангелине Ордеевой вручили медаль уполномоченного по правам человека в Российской Федерации со символичным названием «Спешите делать добро!» за заслуги перед обществом. В настоящее время Ангелина Сергеевна является членом Президиума Совета Общероссийской Ассоциации Финно-Угорских Народов России, членом Совета старейших коренных малочисленных народов Севера при администрации Ненинского автономного округа. Ведет активную наставническую работу среди молодежи. Отрадно отметить, что полномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова одна понимает всю важность работы на таких отдаленных субъектах от Российской Федерации, как Ненинский автономный округ, территории Арктика. И мы, наверное, жители Ненинского автономного округа сегодня, не только я принимаю эти поздравления по соблюдению прав человека в Ненинском автономном округе, но и органы государственной власти Ненинского автономного округа, органы исполнительной власти муниципальных образований, органы законодательных органов власти Ненинского автономного округа. Это наш с вами общий труд. Всего в этот день медалью уполномоченного по правам человека Российской Федерации наградили 11 граждан России. Также в рамках празднования Всемирного дня прав человека заместитель главы региона Юрий Ходонзейский вручил благодарность губернатора-омбудсмену по Ненецкому автономному округу Ларисе Сверидовой. Проверили правовую грамотность. Ненецкий округ присоединился к всероссийской акции «Юридический диктант». Написать его можно было онлайн или, если технической возможности не было, на специально организованной площадке с соблюдением всех противоэпидемических норм. Я отвечу. Я первый раз на юридическом диктанте. Вячеслав Карипанов принять участие в юридическом диктанте решил впервые. До этого активный гражданин и общественник уже проходил подобные тесты по истории и географии. Теперь решил проверить свою правовую грамотность. Я не знаю вообще, какой у него режим, процедура какая. Поэтому, ну что, что в голове есть за накопленный жизненный опыт, то и буду, так сказать, отвечать или галочки ставить, или не знаю, чтобы проверить себя, все ли я знаю, или все-таки я ничего не знаю. А может быть, что-то знаю. Юридический диктант в России пишут уже в пятый раз. Принять участие в акции могли все желающие в возрасте от 14 лет. За 60 минут тестируемым предлагалось ответить на 40 вопросов. В этом году диктант предполагал два уровня сложности – базовый и профессиональный. Вопросы разные. Есть вопросы на знание Конституции, есть вопросы на знание международного права, есть сложные, есть, скажем так, есть вопросы, с которыми мы по жизни достаточно часто сталкиваемся и информацию о них, правильный ответ мы знаем. Есть вопросы, с которыми по жизни мы не сталкиваемся, соответственно, в литературе мы их нигде не читаем, не обновляем. Поэтому с теми вопросами, конечно, возникают определенные сложности. Так, ну, проходите, я вот начал только еще. Четвертый вопрос. Пока трудностей особых нет, но подумать надо. У вас есть юридическое образование? Нет, абсолютно нет. А почему решили принять участие? Ну, потому что знать свои права и свободы – это важно для каждого гражданина страны нашей. Я не являюсь профессиональным юристом и по таким тонким отраслевым вопросам консультируюсь с профессионалами. Здесь я исхожу из человеческой, ну, из логики понимания тех процессов, в которых я сейчас работаю, где я оказался. Да, мне кажется, я не очень хорошо отвечаю на эти вопросы, но в то же время я чувствую, что я ориентируюсь хотя бы в отраслях, к которым эти вопросы относятся. Основная цель проведения диктанта – повышение мотивации к изучению права и получению объективной информации об уровне правовой грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной структуры. Участие в акции в 2021 году приняли более 976 тысяч человек. По результатам теста каждый участник получит сертификат на свою электронную почту. Площадка организована у нас в округе одна, с соблюдением всех эпидемиологических требований. Нужно вам в первую очередь для повышения правовой грамотности населения. Во-вторых, проверить свой, тоже базовый уровень, если вы юрист. В этом году будет доступно два варианта – это базовый и профессиональный уровень. Можно его также будет пройти несколько раз, если кто-то захочет. Напомню, организаторами диктанта выступают Общероссийская общественная организация Ассоциация юристов России и Общероссийская общественная организация Деловая Россия при поддержке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В селе НЕ с 7 по 10 декабря пошел ряд мероприятий, посвященных ненецкой культуре и письменности. В их числе и мастер-классы от рукодельниц всего округа. Чему мастерицу учили гостей, смотрите в следующем сюжете. Песнями о мастерицах открыли дни ненецкой письменности и культуры в селе Несь. Надежда Бобрикова приехала из Омы, чтобы поделиться умениями в своем деле. Мастерица больше 30 лет отработала методистом в Доме культуры в родном селе. Все эти годы плотно занимается творчеством. Я приехала в качестве мастера, чтобы научить детей, как шить на яичку для кукол. Меня очень радует то, что дети хотят шить. С 1993 года Надежда вела кружок бисероплетения. А с 2016 года организовала клубное объединение, где женщины занимаются разными видами творчества. У меня и женщины занимаются шитьем кукол, шитьем из меха, вышивкой, алмазной мозаикой. Они очень много занимаются. И у нас собран большой банк данных, потому что мы знаем, когда управляют мероприятия, на какие выставки, кому, что нужно мы отправимся. Под крышей нескольких Дома культуры собрались дети и взрослые, чтобы научиться чему-то новому и провести время с пользой и увлекательно. Мы делали приглашение для себя. Из рога оленю. Татьяна Адаменко провела мастер-класс резьбы по кости и, безусловно, стала центром внимания для ребятишек. Мы сейчас приглашены с мастер-классами. И вот сейчас у нас проходят мастер-классы мальчики, дети с школы-интерната. У вас школа-интернат проводит, ну, мы проводим им мастер-классы. Девочки на других мастер-классах участвуют, где вышивка, бессеропритение, рисование. А мальчикам будет интересно, как взяла порога и кости. По инициативе Натальи Латышевой, директора Дома народного творчества «Села Несь», мастерицы из разных уголков округа, представительницы Большеземельской и Канинской тундры собрались, чтобы обменяться опытом и научиться новым видам творческой деятельности. Для участия в данном мероприятии мы пригласили мастеров из поселка Красное. Это Тайборей Кристина Михайловна и Тайборей Лилия Мартыновна. Из этнокультурного центра к нам приехала для участия в выставке и проведении мастер-классов Адаминка Татьяна Евгеньевна, а также были приглашены методист Омского Дома культуры Бобрикова Екатерина Агафоновна и культорганизатор Дома культуры Селени Чижа. В рамках Дни Нейнской письменности и культуры в селе Несь также прошла выставка-ярмарка. Катрина Тайборей, телеканал «Север». С наступлением полярной ночи, неустойчивыми погодными условиями, которые сопровождаются регулярной сменой температур, от понижения к повышению и наоборот, снегопадами и ветрями сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть крайне внимательными и осторожными на дорогах. В зимний период времени дорожная обстановка в регионе заметно ухудшилась. За прошедшую неделю в Енинском округе произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с материальным учербом. Один человек пострадал. В этот же период времени выявлено 147 нарушений правил дорожного движения, в том числе с помощью фото-видеофиксации. С 1 по 9 декабря сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь», в рамках которого выявлено три правонарушения. В связи с ухудшением погодных условий сотрудники госавтоинспекции обращаются ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах округа, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим и избегать резкого торможения. Также необходимо обратить особое внимание на безопасность детей на проезжей части и на пешеходных переходах. Соблюдение необходимых мер безопасности на дорогах округа сохранит вам жизнь и здоровье. Берегите себя и своих близких. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.